Дорогие друзья и зеномышленники, очень приятно оказаться на нашей земле. Как-то вот так сложилось, что нас очень многое связывает, это и в части даже университета нашего у нас один из самых крупных отрядов наших студентов, это из Башкирии, очень хорошие ребята, мы проводим регулярно праздники Дни Башкирии. И вот в этом году мы уже получили заявку на поступление в наш университет более 25 человек. И кроме этого у нас договор о сотрудничестве с нашим хозяйством Шеймурановым, поскольку то, что там происходит, недооценивается пока в России. Этот опыт имеет вообще такое глобальное дело стратегическое значение, потому что человечество в целом сейчас немножко заблудилось. И что такое деньги, что такое реальный труд, люди всегда правильно квалифицируются. На мой взгляд, в хозяйстве Шеймуранова как раз демонстрируется ситуация, когда функция денег изменяется, тут открываются совершенно не возможности. Вы знаете прекрасно, что когда они повлияли на происходящее в сфере денежной, у них риск изменивается все в хозяйстве. Поэтому этот опыт самооценивает даже не просто опыт одного из хозяйств, но это очень полезно для государственности в целом. И не случайно, вот мне кажется, такая матричная здесь ситуация совпадений, потому что, вот если удобно к моему визиту к вам, вот так это расценивалось, Владимир Владимирович Путин вчера провел крупное совещание с экономическим блоком правительства, предоставил один вопрос о снижении уровня кредитной ставки. Говоря о снижении, это, я вам скажу, событие, потому что такого истории еще не было, что договорами президента прямо и открыты ставился к этому блоку. Но вопрос положено так, и я попробую вам показать, почему это происходит. Конечно же, для меня очень дорого то, что происходит у вас через организацию «Трезвый кошка в Толстан» и вот это подвижение «Трезвое село». Дело в том, что если мы не поймем, что алкоголь – это, по сути, генное оружие, то, значит, нам с вами сложно изменить жизнь нашу. У нас масса проблем, и алкоголь – это не решение всех проблем, это просто абсолютно необходимые условия. То есть вот после того, когда мы поймем, что алкоголь – это генное оружие, и скажем, что это не наш продукт, вот после этого открываются некоторые возможности для реального развития нашей государственности. То есть это условие недостаточное, но необходимое. Вот я завтра буду выступать вот в Серпухове под Москвой, там собирается молодежь из всей России. Ну, это традиционно, они просят меня всегда выступить. И там, конечно, уже в большей степени речь идет о проблемах мировоззрительных, потому что когда молодежь, а эта молодежь, ну, просто там побываешь, это, конечно, чудо. Ну, ребята в возрасте 20-30 лет, мальчик всегда русский, всегда трезвый. И это ребята, которые в течение жизни гарантированно не сделают ни одного блатка алкоголя. Вот такое сейчас происходит у нас в стране. Поэтому вы не думайте, что Россия – это то, что показывает на телевидении. На телевидении показывается то, что сопровождают серьезные дети. А дети идут, плюс все, в том числе, через алкоголь, табак. Поэтому, конечно же, продвижение деятельности, оно не всем будет там. И оно там аккуратненько, незаметно, оно блокируется. То есть, во словах, вроде бы, да, ну, так так сказать, по факту, когда люди начинают открыто и прямо говорить об этом, то, как или иначе, у них возникают какие-то проблемы абсолютно. Но, к счастью, вот, если старшее поколение даже сейчас, Вашими здесь уже ветеранами и заслуженные любите это, но они тоже призвали, что да, вот, ну, у нас уже традиции сформировались, а молодежь тут, конечно, хотела бы, чтобы я была уже иная. Так вот, давайте мы с Вами предположим, что положим, мы вышли на трезвый орган. А что же дальше? Это же не самоцель. Это средство решения некоторых проблем. Поэтому, ребята, меня попросили первое выступление сделать именно в этом будущем, чтобы от общего потом посмотреть уже отдельные частные проблемы. И я свое выступление перед Вами назвал вот так, «Мировоззрические основы безопасности жизнедеятельности» или «Что значит жить по-божески». Вот такой курс «Мировоззрические основы безопасности жизнедеятельности» Я читаю для всех первокурсников и говорю, ребята, ну, то, что Вы в университете знания получите технологические, это очень важно, и Вы для этого в основном пошли. Но все-таки знания – это приложение просто к тому или иному типу строя физики. И если человек не застоялся как человек в большой буквы, то эти знания и не впрок, и они вовсе не добавят ни Вам, ни Вашей семье, ни Вашей стране ничего полезного, если Вы не поймете, что такое человек. Вот в свое время Мартин Лютер Кинг сказал, «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, и плавать под водой, как рыбу, нам остается только одно – научиться жить на Земле по-человечески». И Вы, наверное, согласитесь, что это, в общем, не бровь, а глаз. То есть, если посмотреть на то, что происходит в этом земном шаре, ну, это, извините, не по-божеству, не по-человечески, куда бы Вы бы посмотрели. Ну, пожалуйста, следующий с вами. Видите, еще Гёте предвосхищал эти тенденции. Вот из Фауста его цитата. «Цивилизация велит идти вперед. Теперь прогресс с собой и черт в мире». То есть, понимаете, то, что происходит сегодня на земле, это абсолютно против, естественно, белого вида человека разума. И это абсолютно неприемлемо для русской цивилизации. Когда я произношу слово «русский», то Вы, надеюсь, понимаете, что русская цивилизация – это понятие наднациональной. То есть, русский – это не национальность. Я очень хотел, чтобы Вы это понимали. Национальность отвечает на вопрос «Кто? Кто немец? Кто татарик? Кто башкир? Какой западный может быть человек? Может быть, восточный, может быть, русский? Это наднациональный. Может быть, русский татарик, может быть, русский еврей, может быть, русский немец. Это же нормально. Но Вы же не скажете «немецкий – русский». Такого не бывает, потому что немец – это национальность, а русский – это цивилизационная общность. И, по большому счету, на земном шаре три сегодня крупных партициализационных обществ. Западный человек, восточный человек и русский человек. Что для западного человека характерно? Для западного человека характерна вера в то, что, ну, на земле здесь по одной щеке тебе ударят, вторую подставь, а вот на небесах потом будет царство Божие, там все будет хорошо. То есть, что там? Уход от земной жизни. В земной жизни счастье мельчий поток на небесах. Восточная цивилизация. Сядь под елку и медитируй. Человек все несовершенно, все здесь плохо. А вот под елочку сядь, там, внушай себе и все там, так сказать. Ну, из под елки вышел, взял своих учеников вместе с ним и посидел. И ты счастлив. Тоже уход из жизни. Другим способом. А что такое русский человек? Что такое русский башкир? Что такое русский катарик? Что такое русский еврей, что такое русский немец? Это люди, которые верят в то, что все-таки жить на земле можно по-человечески. И царствие Божие на земле возможно, а не на небесах. Хотя, считается, что это вот как-то теоретик методиками истинам, которые там христианство. Но, тем не менее, в душе у каждого из нас есть вера в то, что можно обрести счастье на земле. И вот русская цивилизация, кувыркаясь, сложнейшим путем продвигаясь, тем не менее, идет в этом направлении. Я вам скажу, вот на следующей неделе ко мне подвижают специалисты Соединенных Штатов, навстреченных в сам книгу «Духовная экономика». Понимаете, да? То есть это совершенно другой цивилиз. И вот он в письме пишет, что я уже хотел бы приехать к вам, потому что мы понимаем, что будущее всего человечества вызревает в России. Нет ни одного другого региона. Ну, назовите бы мне, где и кто, и что может подвозить. В Великобритании. Если вы не видели, я вам напомню, там в предыдущем эфире на Центральном телеканале шел сюжет, когда два ведущих корреспондента накануне сделали операцию. И у одного вырезали из одного мягкого места кусочек, а у другого – из другого. И вот они в прямом эфире жарили мясо друг друга, ели. Это что, вы считаете, нормальным? У человечества такие вещи необходимы. Или посмотрите на то, что происходит сегодня, значит, там, с так называемыми идеями и так далее. Ну, это противоречит нашей цивилизации об этом. Путин говорит, что, ребята, может, у вас это новое, а он из-за этого просто убьет. И мне часто вот ребята говорят, что, боже, у меня знакомых много, когда спрашивают люди. Ну, что вы думали? Где и где? Пусть назовут конкретно, чего они делают тут русскими словами. И тогда у многих, может быть, спрашивают, и там, так сказать, я не пойму, что это противоестественное. А так вот, видите, красивое слово, такое конкретное. Вот это цивилизационное. Мы, еще раз говорю, как уговорим очко-дергородство. Ну, мы же не вне заработки. Ну, нравится, живите так. Но мы хотим жить иначе. Не хотим миру предложить некими взглядами происходящее. Так вот, где ты еще понимал, что все-таки прогресс четко-то, а не жизнь по-божеству? Ну, пожалуйста, следующий слайд. Вот о чем я вам хочу сказать, о чем, кстати, даже вот церковь священнослужителей не понимает этой разницы. Вот спросите, я это проверял в разных ситуациях. Все вам скажут, что да, человек создан по образу и подобию Божьему. Церковь такая, да? Я недавно имел такую продолжительную беседу с ученым-секретарем нашей духовной семинарии, духовной академии Санкт-Петербурга, Кирилл Копейкин. Он, кстати, мой соратник в учебе. Я закончил физический факультет в Санкт-Петербургской области. Это и он тоже закончил физический факультет. Потом было о чем поговорить. И как раз вот это мы обсуждали в том числе. И я ему сказал, что главное священное описание, которое уж точно от Бога. То есть, если вы думаете, что, значит, есть некие написанные книги, это факт за Бога, то я с этим не соглашусь. Потому что, скажем, даже Библия и тот же Коран, они по радикальным образом, по принципиальным образом различаются. И каждый считает, что именно его описание самое правильное. А вот природа — это творение Божьего. Если хочешь понять замысел Бога, изучай природу. И в Коране, кстати, об этом сказано, что вы посмотрите на жизнь человека, посмотрите на то, как расти, не умеют общаться с мирозданием, но вам многое откроется. А в Коране есть даже отдельная ссора, называется «пчёны». Так вот, единственное аутентичное священное описание — это природа. Почему наш университет позиционирует по особому, и я студентам говорю, что, ребята, вы, отличие от студентов технических и других, вы должны иначе себя позиционировать в жизни. Потому что я вас учу взаимодействовать с растениями, с животными, с мирозданием, с Богом. Вот миссия нашего аграрно-удниверситета. И в этом наша особенность. Так вот, что не понимают священнослужители? Хотя у них об этом, у самих, ярко написано. Но никто, а вы после моего выступления будете это особенно знать. Вот я вам цитирую Библию. Выдушки эти здесь на слайде представлены. Грибы Бытие. Самое начало. Ветхий Завет. Значит, буквально вторая страница. 26 стих. Читаю вам пословно. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Несколько строчек пропускаю. 27 стих. «И создал Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Женщину и мужчину сотворил их. Вот. До слов. Так вы посмотрите. Разница. Разве не заметите? Бог только намерение имел создать человека по образу и подобию. А сотворил ты его только по образу? Про подобие-то уже ничего не говорится. Это что? Тот, кто писал Библию, забыл что ли? Не увидел вот этого несоответствия? Нет. Это самая большая тонкость, которая говорит о природе человека. Единственное существо на земном шаре, которое не появляется от рождения, это человек. От рождения ему даруется только образ. Вот как в 27 стихе сказал. Только образ. Руки, ноги, голова. А подобие божеское, оно от рождения не даруется. Подобие можно либо приобрести, либо не приобрести в процессе жизни. Ну, давайте представим себе такой мысленный эксперимент. От родились маленькие дети, и по случайности злого урока они оказались на небитаемом острове, где живут только обезьяны. Ну, обезьяны вот отличительно. Пригрели их, да, такое-то невозможно. Кормят им бананами, там, молоком и так далее. И вы потом на этом острове оказались через 12 лет. Кого вы там увидите? Как вы увидите? Образ останется, но вы увидите обезьян. Причем в чистом виде обезьян. И абсолютно невозможно ничего изменить уже. Потому что полное формирование образа человеческого заканчивается в себе там полностью. И дальше ничего не возможно. Невозможно ничему не научить, не говорить, не писать. Потому что ребенок до рождения появляется как белый листик бумаги с программами, возможными к запуску. Если программа запустилась, а у каждой программы есть определенный период жизни. Какая-то программа живет в сутки, какая-то неделю, какая-то месяц, какая-то год, какая-то 10 лет. И вот если эта программа запускается, то она работает. А если она не запустилась, она отмирает и больше уже не возможно. Это примерно как, знаете, вот цыпленочек. Он появился, у него порядка сутки действует программа следования за мамой курой на сенке. И если вы в этот момент протащили на него какой-то движущий предмет, неважно, курочка пробежала или подушку протащили, вот цыпленочек тут же у него включается эта программа, и он будет за этой подушкой бегать. Но если он оказался в комнате где ни одного движущегося предмета, у него эта программа отмирает и потом он уже не будет там все остальные цыпляты, тут же бежать за мамой. Вот так же у человека. Попал в стаю обезьян, стал обезьян. Попал в стаю курящих, стал курящим. Попал в стаю плющих, стал плющих. То есть никому из нас от Бога не дается вот эту программу на потребление алкоголя, на потребление табака. Она формируется, это называется эгрегориально-матричное управление человечеством. Когда человек, в отличие от любых других существ, у него вот, ему можно поставить зомбирующую программу. А как она ставится? Она ставится эгрегориально-матричными методами. Информационная матрица зависает над человеком, и если он каждый день вот что-то видит, то он это воспринимает как зомби. И поэтому, оканчивая школу, уже ребенок так спокойно берет в стаканчик лина и считает это нормально. Вот для меня, например, это абсолютно противоестественно. Я сам вот после того, как получил информацию, у меня две дочки, сын там, сестра или дети, так сказать, все мое движение, сотни моих ребят в университете. Это люди, которые в течение жизни гарантированно не сделают ни одного глотка алкоголя, ни одного глотка алкоголя. И если вдруг это произойдет, вынужден буду повторно просить организатора собрать вас и извиниться перед вами, если я вас... Но у меня очень глубоко уверены, что этого не произойдет. Потому что они так смотрят на мир, они так иначе смотрят на жизнь. Они не хотят себя губить. Потому что вот жить по-божески, это прежде всего не причинять вреда себе. Бог надеял нас разумом, дал там свободу выбора, свободу воли. И человек, имея разум, хотелось бы верить, что он должен видеть, что происходит в мире. Но вот я сам родился и вырос в глухой деревушке в Абсковщине. И мама моя там живет до сих пор. И я приезжаю в Абсковщину и вижу, что она полностью истреблена. Алкоголем. Алкоголем истреблена. Вот сегодня я беседовал с ребятами вот уже от спири. Должки долго обсуждали все происходящее. И мы тоже сказали, что есть самая проблема. Что на селе, к сожалению, там, так сказать, остаются те, кто не злодотопляет алкоголем, а кто не злодотопляет, а те, хотя, кто нет. Нельзя об алкоголе говорить только на уровне, что ну давайте, молодцы, запрезвать, давайте, значит, там как-то пить это вредно. Это не помогает. Вот особенно детям, вот в возрасте, ну, я имею в виду и молодежь, там, в возрасте 15-20 лет, да они не знают, что про здоровье все хорошо. Для них это какие-то слова, которые никак не проходят через душу. И вот постучаться можно только говоря о мировоззренческих проблемах. Просто что, ребята, да, алкоголь на бак, это же элементарная, как нынче они говорят, разводка на баке, да, разводка на деньги. То есть почему? Да потому что, вот я на лекциях, ребятам часто говорю, я действительно не могу понять, как можно закурить, вдохнув в себя в сотню ядовитых компонентов, и потом самому же еще за это и заплатить. Ну и у меня это никак не может уложиться в моей голове. Я могу понять, допустим, я мой этот человек закурил, и ему за это дали 100 рублей. Ну какая-то логика у меня выстроилась, ему там, значит, детей там меньше, еще что-то. Но когда он себя отправил, и он же еще заплатил, ну извините, когда таракан отправит дихлофосов, они же ведь накануне-то не сбрасываются на дихлофос, тот кто травит, тот сам и издержки несет. А это эквивалентно тому, что вот завтра побрызгайте у нас дихлофосов, ну там девушка, ну извините, ну вот действительно я вас уверяю, что в моей логике тараканы выглядят как-то более такими разумными существами, потому что они, еще раз говорю, в дихлофос не скидываются. Ну и поэтому вот это очень важно понимать, что подобие божеское и гордое имя человек с большой буквы, его можно приобрести только в процессе жизни на земле, но невозможно его получить от Бога. Он противоречит никаких библий в десяточки нет. Мы часто вот за страну, там вот мир, а ведь страна из конкретных людей сестри. И эти люди формируют семьи, а потом только страна. То есть страна и женщины любой государственности это, конечно же, семья. Поэтому от личностного развития можно, только от личностного развития можно подвигаться к развитию общества. Главное, давайте вот изменим государство. Чтобы изменить государство, надо вначале себя изменить. Если мы сами себя не изменим, то никогда государство наше не изменится. Вот почему Диоген в свое время об этом же говорил, о чем в Библии говорится. Вы помните Диоген в Синопе ходил с зажженным фонарем днем и присматривался так вокруг. А поначалу в бочке сидел. Его спрашивают, слушай, а что ты делаешь? Ищу человека. И действительно, если сегодня он бы походился по тому же Питеру, то ему очень долго пришлось походить. Если говорить о человеке, то о человеке с большой буквы. Не о том, у кого образ, у кого есть руки, но и голова, а вот о человеке, который живет по-божески, потому что в отношении каждого из нас есть некий Божий промысел. То есть Бог, создавая человека, Он вообще-то хотел, чтобы было вот так. Мы не всегда это понимаем. Как Он хотел. И вот отсюда все проблемы. Тоже самое, помните, у Кракова, у Мастери Маргарите, там, сцена, значит, в театре, значит, там, волон спрашивает. Ну и чего? Как тут у вас? Что происходит? Что новенького? Я уже тут у вас пару тысяч лет не был. О, у нас теперь столько новостей, там, трамвай, троллейбусы. Он говорит, ну ладно, трамвай, а человек-то как? Человек-то как изменился? И потом, помните, бух, там, бумажки полетели. И люди, как звери, там, бросились друг на друга, там, и вот тут, о-о-о-о, ну, человек тот же самый. Он, да, там, об этом же говорит. И вот формирует это все вот толпак навязанных стереотипов. Вот это, как я вам сказал, матрицы, как мы все-таки. Поэтому, если мы с вами не начнем эту матрицу менять, мы должны говорить, что, ну вот сейчас только русский, да, это, понятно, с гранёвым стаканом русский. В любом фильме, вот вы можете проверить меня, ни одного фильма вы не найдёте. Ни советских времён, ни нынешних, чтобы там не было сцены винопитий. Так это и есть глобальный управление. Управление осуществляется через полигрование матрицы. И поэтому попробуйте вы сейчас запретить табак и алкоголь на телевидении и фильме. Какой воль поднимется? Да вы что? Художественный замысел? Да как же там без сигареты поднимется? Ну, это, это же дураков рассказывает. Понятно, что это заказ табачных алкогольных компаний, которые являются самыми богатыми, самыми богатыми бизнесами в нашем мире. И они могут поплатить всё, что мы видим и то, что мы не видим. И, конечно же, вот, говоря о том, как стать человеком за всём духом, главное, что смысл бытия тогда меняется. Один смысл жизни велик в одном, а другой смысл жизни велик в другом. Это мировоззречный такой уровень. По сути, ведь у человека два выбора таких принципиально разных. Ну и между ними, конечно же, главные переходы возможные туда и сюда. Ну вот, первый вариант – это путь тьмы. Миссия при этом человека, он подвержен так называемому гидонизму, когда цель жизни – получение удовольствия. И вот он живёт от одного удовольствия до другого. Жизнь лишена какого бы то ни было смысла времени. Потому что, ну, это объяснение. И вот Путин недавно выступал на телеканале «Раша Туны». Он очень так ярко сказал, что чем мы отмечаемся от агрекации? Для идеологии. У нас есть всегда цель, уходящая далеко-далеко за горизонтом. Американцы в этом нет. Не поел, а что-то работал, всё, и больше ничего не интересует. Начинается это – табак, алкоголь, наркотики, потом фармация, врачи. Значит, и разного рода там поездки на футбол в Англию. То есть люди живут и думают, что они могут сказать, «О, класс! Посмотри, какая машина! Посмотри, какой он тарьяк пьёт!» И они как бы по своему роду несчастливы. Но это есть путь тьмы. Потому что человек создан для других целей. И вот на следующем слайде у меня так условно обозначил путь света. Когда человек воспринимает себя как наместника Бога на земле. Он пытается разобраться в замысле Божьем. А что же Бог имел в виду, когда создавал человека? Что он хотел от нас? И цель при этом жизни – это освоение генетически предопределённого потенциала развития. То есть мы появляемся в этом мире с заранее предопределённым потенциалом возможного развития. И дальше вот поднимаемся на тот или иной уровень. И многие потом уходят вот как-то туда. Но если воспринимать жизнь как просто вот земную, это абсолютно неправильно. Прямо скажем, как я воспринимаю жизнь человека до раздания в целом. И очень любопытная информация этого меня находила. Я наступал в разных уголках земного шара и страны нашей. Ну вот так-то в Сибири ко мне подошёл такой любопытный дедушка, что называется, да. И так мы с ним побеседовали, и он мне свою книжечку оставил. И у нас эта информация будет. И вот, вы знаете, как-то вот так получилось, что я в утра, как тут мне пошла вопрос, когда я его просто начал записывать. Вот. И он примерно так толкует смысл бытия на земле. Ну и в земной шарах уже ведь такой типа парничок для поращивания душ человеческих. Потому что человек, ну и в моём понимании, человек это что такое? Единство тела, духа и души. Ну тело более непонятно. Дух это биополя. И если вот потренировать руки, ну вот если ладошки покройте, или ладошку подругу, поройте руки приближать к другу, вы сразу почувствуете, что как будто там воздушный шарик какой-то. Потом потренируетесь, научитесь вот ощущать биополе человека. Это нормально. А есть ещё душа. Душа это фрагмент, если угодно Бога, фрагмент надмерной реальности. Так вот, мы здесь на земле, чтобы познать вот этот материальный мир. Потому что душа после выхода из тела способна творить тварное мироздание, как и Бог создал мир по замыслу своему, так и человеку каждому. После выхода души из тела она может формировать тварное мироздание. Так вот, чтобы не натворить чего-то, не того, вот каждая душа проходит, извините, такое испытание во время своего земного мотия. Поэтому, когда я, например, говорю слово «я», я никогда не осуществляю себя с тем, что вы видите. Я – это душа. Да, вот сейчас мне придана вот эта противополучка, но это не моя суть. И вот, если мы с вами видим цель именно в том, чтобы душа наша развивалась, то тогда все понятия «хорошо» и «плохо» – они имеют. Вот хороший пример, плохой пример – это будет только одно для развития. Но я хотел отметить эту фразу одну очень бутылую Эриха Фрома. Он сказал, что важнейший фактор в процессе воспитания человека находится в формировании его отношения к природе. Вот я хочу, чтобы в этом молодежи своим обязательным доносили. Человек создан для жизни на земле в контакте с природой. И если он лишен этих контактов, то он утрачивает все – и психологическое здоровье, и биологическое. Почему нас так часто тянет на природу? Это не просто, так сказать, вот сегодня хочу мороженое, а завтра, так сказать, хочу на природу. Это совершенно разного уровня явления. На природу нас тянет по органическим необходимым потребностям. Потому что мы биополя имеем, да? И вот наши биополя, клетчики наши, они в разных диапазонах линвов работают, но взаимодействуют друг с другом. Вот гомеостаз – это когда каждая клетчика нашего организма понимает друг друга. И если у вас пальчик вот ранен, да, то это проблема не вот этого места. Это весь организм сразу включается, как кальций подтаскивает, как еще чего-то. То есть вот организм работает как единое целое. Но для того, чтобы он работал как единый оркестр, нужен камертон, по которому настраивается. Такой камертон, по которому настраивается человеческий организм – это природные поля. Это поля растений, животных. Хотите иметь здорового ребенка, который способен потом многое осваивать, у него должен быть постоянный контакт с природой. Город, асфальт, бетонные коробки – это мутальгенные факторы. И невозможно продолжать преемственность поколений развития рода человечества в городах. Это еще в 45-м году академик Дубинин, очень известный генетик, в городе же проводил такие опыты. Он проводил на мушке трозофили. А чувствительность гендерного парада человека намного больше, чем даже на мушке трозофили. Он показал, что воспроизводство в городах фактически невозможно. Почему сохранялось население в городах там? Потому что, как правило, смешанные браки состоялись. Так питку давала всегда беременность. Беременность поражала больше, чем города. Из деревьев приезжали люди, вступали в смешанные браки. При половом размножении ребенок перебирает все гены, у папа у мамы. Где-то и более здоровые, то и выбирает. А если посмотреть те пополения, которые чисто из городской среды, к сожалению, это не их вина, это их беда. Идет деградация, то есть, генетическая. И вот это, конечно, очень важно, что сказал Олег Фром. Потому что вы этим тоже дорожите, когда человек тянется на природу. Это просто абсолютно необходимо для него. То, о чем я сегодня могу рассказывать. Вы не думайте, что вот это как бы кто-то не знает, кто-то не понимает. Да, очень многое все понимают. И в экономике, и в алкоголе, и в табаке. Но за этим стоят огромные деньги. Поэтому главное управленцев не дать эту информацию людям. Вы представьте себе, что люди вдруг поймут, что онкоголя, табак, это просто разводило его на деньги. И это генное оружие, которое целенаправленно применяется для управления странами и народами. И представьте себе, что они завтра перестанут пить. Так разорятся же полземного шара, разорятся, потому что все деньги делаются на водке и табаке. Так вот это все знали. И важно, чтобы вы понимали. Изменить это можно только в том случае, если мы изменим наше миропонимание. То есть это невозможно сделать ни президенту, ни правительству. Это надо, чтобы снизу все изменилось. И в этом смысле вы должны понять, что мы должны, в общем-то, вот то, что мы делаем, это поддержка нашего президента. Вот есть вещи, о которых президент не может сам сказать. Просто не принято, как устроено управление. И поэтому он может опираться только на то, что реально уже существует в обществе, в общественном сознании. И давайте, чтобы убедиться, что это не так, что все понимают, но не хотят, чтобы народ это знал. Вот я вам хотел маленьких арментик, чтобы вы послушали выступление Грефа на Петербургском экономическом форуме прошлого года. Значит, там выступал один из специалистов и сказал, что, ну вот, многие проблемы из-за того, что людям не дают информации нужной. И поэтому, вот если мы людям дадим всю информацию, то тогда у нас в стране все будет хорошо. И вот послушайте реакцию Грефа на это выступление. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Потому что вы говорите, что мне страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем? Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением. Потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы. Средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком числе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. Поэтому я просто почему говорю? Чтобы вы не думали, что можно главное просто до кого-то стучаться, кому-то думать, там все-все прекрасно узнать. Но изменить ситуацию вы не понимаете Путину. Можно только тогда, когда мы с вами это поймем. Потому что я там приведу примеры. Путин одно сказал, мы сказали, что а что я только торгую нефтью в Лондоне или из Атолова, они в России зарубли. Он сказал, а он поставил вопрос о национализации Центрального банка. И так далее. И что? А вот нет, совершенно нет в обществе готовности к восприятию, которые появятся. Поэтому давайте там продолжим. И главная алгоритмика каких-то стратегических перемен в нашей стране связана именно с изменением общественного сознания. Не с тем, что завтра президент выступит и всем нам расскажет, как надо жить. Нет, мы сами. Потому что самая трудная работа – это работа над собой. Вот можно рассказать, а он себя изменит? Это очень сложно. Там базируется такая серьезная информация о возможных переменах на так называемой достаточно общей теории управления. Что такое достаточно общее теории управления? Она изработана командой Санкт-Петербурга под руководством Академида Зубова в своевремя слепого. Объявляет то, что это литерство человека. И она говорит о чем? Что любой процесс управления имеет нечто общее. То есть есть ли что-то, что объединяет управление космическим кораблем, управление хозяйством шербуратом, условно говоря, и управление химической реакцией? Вот есть, мне кажется, в руках управления. Это совершенно не у любого управленческого процесса, если это процесс управления – это реальный. Есть нечто, что их объединяет. То есть первое – наличие целей. Если целей нет, то нет управления. Это как на корабле. Вы вышли в бой, да? Но цели нет куда-то. Это тогда не есть управление кораблем. Вы можете крутить там и крутить. И вот точно так же управление государством. Если цель не поставлена, то это не управление. Это просто функционирование этих структур, изображение каких-то там, так сказать, действий. Но это не есть реальное управление. Вот. И давайте дальше здесь на этом мы подробно остановиться не будем. Это уже для специалистов. Но здесь вот я знаю, что многие у вас управленцы все-таки хотя бы такое общее понимание достаточно общей темы управления очень помогает в жизни. Любое управление – это что? Это я студентам больше всегда рассказываю. Есть субъект управления всегда обязательно. То есть тот, кто управляет. Есть объект управления – тот, чем управляет. И есть внешняя среда. Если вы не учитываете параметры внешней среды, то вы не управляете. Потому что вот когда вы управляете сельскохозяйственным производством, то есть внешняя среда. Есть банки, есть кредиты, есть многое-многое другое. И они очень серьезно влияют на ваши результаты. Если вы считаете, что, ну, это от бока. Нет, это не от бока. Это то, что людьми выстроено, и при этом вы можете как бы многое терять. Вот. И должны быть прямые связи от объекта управления, от субъекта управления на объект и обратные. Если этих связей нет, то тоже это видимость. Часто бывает на кабинете табличка «красивая», а реально у человека нет, значит, связей прямых. Он так, так сказать, сидит красиво в кабинете, но реально ничем не управляет. И так же государственность, так как, может, делается вид, что управляет, вот, у вас не государство, а по факту управление идёт иначе. Вот Пушкин, в частности, о таком управлении, потому что реальное управление идёт через так называемую концептуальную власть. Она над, ну, нам говорят всегда, что есть власть, значит, законодательная, исполнительная судья. Но, а законы-то откуда? Они же не одновременно. Значит, они чем-то вызываются, может быть, одни законы, но и другие. А они чем-то интересуют? А они это делаются вот тем, что над этим. Это вот концептуальная власть. Поэтому, Пушкин, понимая это, ну, в моей книжечке, если мне так сказать, не на курсе, только в атоле, есть такой раздел «Тушкин как пророк русской цивилизации». Так вот, Пушкин это всё прекрасно понимал. Точно так же, как и стали. А Пушкин, наверное, написал так. Он тогда о том, что кто-то депутат, кто-то, так сказать, правители. А он говорит, недорого ценю я громкие права, а то их не одна окружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне сладкою частя оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободно ли печать порочит овозом. Потому что, к сожалению, многое из того, что написано, оно написано не для того, чтобы снимать деньги, для того, чтобы превратить людей в план в тон, на которых можно зарабатывать. Точно так же в государстве. А такие примеры жизни элементарные. Я только в одном месте, ну такой, знаете, велосипедик есть. Два велосипеда вместе и два руля. И вот мы там со своим знакомствами едем спокойно, так сказать, на велосипеде. И каждый из нас управляет. Каждого руля, каждого питания. И мы так ехали и считали на равной мере, что мы управляем на велосипеде. Но когда остановились и посмотрели, один-то руль связан с колесом, а второй-то не связан. Он просто, значит, так вращался. Но каждый был уверен, что управляет. Вот точно так же у нас происходит с управлением государства. То есть рули-то есть. И они крутят. И они вроде-то так получают налево-налево. А потом руль налево, а велосипед направо. Как же так? Как бы и вдруг раз кризис. Мы же летали это не правильно. Мы же хотели, там, удвоить ВВП и все. Ну, как это так может быть? Что-то тут не то. А оказывается, руль-то у нас был. Без примок связи. Какой-то поднимать можно. А эти связи где-то были еще какой-то другой руль. Нам не легли. Вот этот руль, он был реальным. А тот руль, который мы крутили, у нас было только ощущение, чтобы чем-то пройти. Поэтому от велосипеда до управления государством и до управления космическим кораблем, там, как видите, у нас взлетает космический корабль, и вдруг раз прям на станке, значит, на станке взрывается. Это значит, что станция, что наших космических кораблей занимается не только мы, но и кто-то еще там последовало, но последовало, но как-то он тоже управляет. Так что это наши корабли и законы взлетают. Видите, сейчас очевидно. Система, где-то не просто связана с ошибкой. На мой взгляд, это контракт управления такого, я скажу, суверенного. Хотел, чтобы в Вашей среде было понятие о таком явлении, как закон времени. Это очень важно для современного понимания процессов управления и вообще процессов жизни. Что такое закон времени? Все время как-то Каганович перед смертью сказал, к сожалению, они не понимают закона времени. Он был посвящен на этой особой тайне. Вот сейчас Вы будете тоже понимать, что такое закон времени. Потому что это вообще такая тайна. Пушкин об этом писал так. Вот о глобальной системе управления человечеством, которая реализуется сегодня. Он писал так. Мы называем это глобальный предиктор. Тот, кто реализует глобальную систему управления человечеством. Пушкин писал об этом так. Это Русландий Людмилев. Он звезды сводит с небосклона. То есть говоря о помощи этого управления. Он звезды сводит с небосклона. Он свистнет, задрожит Луна. Но против времени закона его наука не всегда. Так что же такое закон времени, о котором говорил Пушкин? Вот он называется законом времени или период звезды. Это выравнивание частот биологического и социального времени. За всю историю существования нашей цивилизации только один раз наступает момент, когда частота биологического и социального времени выравнивается. За что это такое биологический социальный времени? Это характеризует изменение общественного сознания. Вот в обществе на биологическом плане идет обновление информации на генетическом уровне, когда информация передается от одного поколения к другому. От рождения мамы до рождения ребенка в среднем проходит 25 лет. То есть каждые 25 лет информация переходит из одного поколения в другое. И это меняет общественное состояние. Но есть еще обновление информации на генетическом уровне. А это что такое? А это связано с изменением господствующих на земном шаре технологий. Вот представьте себе, что на земном шаре только каменный топор. Что здесь? А то, что адекватно каменному топору. Начали меняться технологии. Что тогда? Общественное сознание меняется? Меняется, конечно. Появились правые двигатели. В обществе совершенно изменилось все в общественном сознании. Появились компьютеры. Это тоже перемены в общественном сознании. И вот это обновление информации на генетическом уровне. Но если видите, верхняя кривая, она всегда с одним и тем же периодом. То нижняя кривая, а так, каменный топор тысячелетия, паровой двигатель столетия. И впервые примерно в 1950 году, в середине прошлого века. Технологии стали меняться тоже каждые 25 лет уже. Не через 100, не через, а каждые 25 лет. А сейчас японцы говорят, для того, чтобы не отстать от жизни, нужно менять технологии каждые 5-10 лет. Вот в чем оказывается особенность. И это меняет все. Мы говорим, происходит смена логики социального поведения. То есть до этого работали так называемые толпы элитарной системы управления, о которых говорит как раз ГРЭФ. То есть для предыдущего перевода прав, тогда нужны были некие посвященные, и им этих знаний хватало там на 100 лет. А теперь, ну вы получили некие знания. Ну и что? А через 5 лет они уже никому не нужны. Сейчас все излилилось. И поэтому на поверхность выходят принципиально новые управленцы. Управленцы, которые способны адаптироваться к новой информации каждые 5-10 лет. Вот в чем особенность. Вот что такое закон времени. Так Пушкин появился примерно за 200 лет до периода выравнивания частот. Этот момент выравнивания частот называется еще периодом звезды. И поэтому вот вы посмотрите, вы совершенно иначе взгляните на то, о чем говорил Пушкин. Он говорит, свободы сейте пустынные. Я вышел рано до звезды. Вот до этого момента, когда пирамидка начинает разрушаться. Рукой чистой, невинной, пропащенной бразды. Бросал живительное семя. Но потерял я только время, благие мысли и труды. А дальше, слушайтесь, он говорит. Мог ли сказочник для детей писать такое? «Спаситесь, мирные народы! Вас не разбудит честь и клич! К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь, Назредство их из рода в роды, Ермос гребушками добичь!» Так вот, собственно, мое выступление перед вами, оно предназначено для того, чтобы эти стихи Пушкина были не о вас. Чтобы вы не уподоблялись тем стадам, о которых говорит Александр Сергеевич Пушкин. Вот почему мы сегодня начали открыто давать ту информацию, которая порядка тысячи лет хранилась в определенных системах посвящения и не выходила наружу, потому что она не могла сработать. До периода выравнивания участков. И если западные стратеги думали, а как же нам преодолеть вот этот резонансный момент, когда произойдет выравнивание участков, то мы думали, а как нам жить после выравнивания участков. Поэтому их желание сохранить то, как было, а наше желание построить новую жизнь, жизнь по-божски. То есть мы говорим, что до этого момента было царство зрелия, участки с вами вступают в царство человека. Но для этого мы с вами должны это понять, и жизнь наша изменится. И изменится жизнь не только нашей страны, но и цивилизационное устройство вообще земного жара. Вот есть такое понятие «приоритеты управления обществом». Вот то, о чем я цитировал Пушкина, тогда он говорил, что не за полы, а совершенно другие владосы управляют общественностью. Вот если посмотреть с позиции достаточно общей теории управления на то, что происходит в обществе, то мы можем обнаружить, что шесть приоритетов вообще глобальных управленческих всего работают. И каким быть обществом, умереть его или развиваться определяется не президентами, не правительственными, а определяется тем, как это общество понимает вот эти шесть приоритетов. Первый приоритет, самый важный глобальный и стратегический – это мировоззреческий приоритет. То есть, как люди понимают смысл и цели бытия, как они понимают Бога, как они понимают мироздание, как они понимают свою цель. Второй приоритет – исторический, хронологичный. Все, что мы будем иметь в будущем, оно определяется тем, как мы понимаем свое прошлое. Поэтому история, чтобы вы понимали, это… Ну, как в этом средство так говорят, что это маука, не совсем так. История – это инструмент глобального управления. Вот как в растениях. Вот какие корешки – такое будущее. Поэтому, как вы понимаете свое прошлое, такое будущее вы и получите. Американский историк Вульф очень образно сказал о возможности управления любыми общественными системами через исторический приоритет. Он говорит, кто владеет настоящим, тот всевластен над прошлым. А кто управляет прошлым, тот управляет будущим. То есть понимаете логику? Поэтому всегда, когда происходит смена режима, всегда начисто переписывается история. Вот все, что было хорошо, вдруг теперь становится плохо. Все, что было плохо, вдруг становится хорошо. Вот. То Сталин был великим, гениальным и так далее, и так далее, что было, так сказать, несколько преувеличено. То, вдруг Сталин становится, так сказать, громилой убийцей и, так сказать, сравнивается с детьми. Ложь полная, потому что, если хотите понять Сталина, читайте то, что Сталин сам о себе говорит. Не то, что о нем пишут, значит, щелкоперы, а его почитайте. Когда вы поймете, что, извините, Сталин совсем не тот. Посмотрите сегодня, какие самые дорогие квартиры в Питере, к примеру. В Московском районе, в домах, которые построил Сталин. Сталин, да? И дом, и называется Сталинский дом. Но есть еще Крущевка, да? Тоже, понятно, не надо ничего рассказывать. Вот. Где жил в Крущевке? А ты тоже в Сталинском доме. Какие машины при Сталине выпускались? Я вам напомню. ЗИМ, ЗИЗ, 21-го года, Победа. Я помню себя маленьким ребенком, когда Сталин умирал. Все рыдали плаками, а я полдня простоял на заборе в своей какой-то ручке. Потому что я знал только одно плакущее из одном шаре. Я знал, когда Сталина повезут туда хранить. Вот я стоял на заборе и смотрел. Ну как даже наконец-то Сталина повезут хранить. Вот. Поэтому те автомобили, которые пускают сквозь Сталин, это однозначно были лучшие автомобили того времени. Таких автомобилей никто не пустил. А я вам скажу, такси, на которых меня там дядя, он был простым рабочим. Но когда я из деревушки приезжал к нему в гости, он позволял себе такси опять. И вот это у меня будет на всю жизнь вот эту память. Я сажусь, он меня сажает на первое сиденье. Там щечек такой, зим, великолепнейшая машина красивая. Такие-то фонаряды. Вот. И я смотрю эти две щечки. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И, значит, копейки, копейки, копейки. Скоро же копейки. И вот этот дед просто рабочий. Объясняется. Вот такие пистолицы. Поэтому, когда вам рассказывают разного рода байки о Сталин, то, в общем-то, лучше их сверить. Я не пытаюсь там оберить всё. И вся отжима там у нас была. Но не надо никогда отыскать, что происходило там Сталин со Сталином. Сталин был досягаемости. Он настолько жёстко присыкал любые попытки антивародных действий. А для себя он оставил только столько месопобеды, темности. Ну, больше всего времени. Ну, поэтому, конечно, Сталин, то есть, король сегодня, очень много. И понятно, почему Сталин, так сказать, не приедет. Сегодня я оба подачи государственной деятельности. Потому что единственный период в истории жизни наших стран, когда цены ежегодно в обязательном порядке снижались, это то есть Сталин. И все знают, что цены снизятся, только не знаю, насколько. И, как сейчас нам говорят, что ну вот так, да. Конечно, всё вырастет, но насколько. А представим, было всё с точностью наоборот. Все знали, что цены на товары для народа, все абсолютно точно снизятся. Речь идет только о том, насколько они снизятся. То есть, инфляция, как в свое время люди как сказали, это не закон развития. Отделывают дураков экономического блока, который укладывают государство. Потому что инфляции быть не должно. Инфляция, она не от друга. Инфляция – это целенаправленно организованный процесс разорения участников производительного труда. И всё. То есть, деньги через инфляцию перекачиваются из реальной сетки, а банк из-за сетки. Вот и всё. Да. Сталина не понимал, да, эти вещи. Красиво. И это, видите, несколько временно. И поэтому тоже Сталин неприемлен, потому что можно перейти в другой режим управления. Третий приоритет – это идеологический. Это средства массовой информации, цередины, газеты. Это реально правильный. Они стоят на хвосте, когда говорят, ну а чего это вот так вот? Это потому что средства массовой информации всегда стояли на государственном уровне. Вы включите в сетки всех каналов. Там одно и только количество убийц, количество насилий. Там везде одинаково. И включите в странах, которые не вполне суверенны за границей. Там тоже самое. А почему? Вот у нас… Включите телевидение, которое было до Перестроечной. Да, там происходило многое. Но на телевидении-то показывалось только то, что способствовало созиданию. Потому что какую матрицу вы информационную создали, ну, то вы получите в жизни. То есть, все, что… Как-то тут журнал «Риктор Вуза» давал мою статью и вынес даже на обложку вот эту цитату. То есть, так сказать, подобное описано так. Все, что мы и наши дети видим на экранах телевизоров, с неизбежностью перетекает в нашу собственную жизнь. Просто мир пропустил. Мне все это понимают, что не телевидение отображает жизнь, а жизнь отображает телевидение. Это установлено достаточно жестко. Возьмите страну, у вас нет ни насилия, ни убийств, ни пьянства. И попробуйте в течение месяца показывать эти сцены. И все, у вас страна станет трудной. Это совершенно очевидно. Когда мне говорят, что нет, на телевидении просто отображает жизнь. Ну, давайте вот посмотрим на меня. Я прожил очень длинную жизнь, как вы понимаете, со времен Сталина. Но за всю свою эту жизнь я ни разу в жизни не видел ни сцены убийства, ни сцены насилия. Ну, ничего. Просто я этого не видел. Но на экране телевизора я это вижу по крайней мере сотни раз в течение дня. Как же жизнь совершенно иначе устроена? В жизни я вижу, как землю пашет. Вижу, как, так сказать, дети отбывают. Вижу, как природа развивается и многое-многое другое. Вижу вас вот сейчас. Но этого на телевидении не видишь. Вот то, что наши встречи сегодня проходят, это тоже, так сказать, вряд ли станет достоянием широкой гласности. Вот это мы с вами должны иметь в виду, что идеология это глобальный интернет управления. Следующий приоритет четвертый. Мировые деньги. То есть управляет тот, кто печатает деньги. А тот, кто у них потом эти бумажки берет и считает это за деньги, значит он манипулирует. И вот по каждому из этих приоритетов Пушкин в свое время очень четко высказывался. Допустим, вы рыцарь парнарских гор, вы парнарс знаете, старайтесь не смешить народа, не громким шумом ваших ссор, бронитесь только осторожно. А по экономике Пушкин говорил о той экономике, которая у нас пока и не пахнет. Он говорил, Евгений Анигия, Евгений Анигия, он говорил, и был глубокий эконом. А потом дает свою трактовку, что же все-таки такое эконом, что такое экономист. И расшифровывал, и был глубокий эконом, то есть умел сводить о том, как государство богатеет. Ну где, найдите мне хотя бы один учебник, один хотя бы, где было расписано, как государство богатеет. Любой учебник дает вам информацию, как разбогатеть отдельный срок имени, отдельному предпринимателю. То, что произойдет со страной, он вообще не поменялся. И если человек разбогател, а вокруг него после этого возникло тысяча безработных и нищих, то это их проблем. А Пушкин говорит, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно доллара ему, когда простой продукт имеет. Ну, я внес маленькую правочку на свои видео, да, потому что Пушкин писал, мне нужно золото, но сейчас функцию золота играет долго, да. Поэтому Пушкин нам говорил, что не нужно доллара, как простой продукт есть. Ну, просто продавайте свой продукт за угрозами и строится очередь. А почему сейчас то угрозы? Да потому, что задолго можно приехать к российскому городу и забрать у них поискать. И лес, и нефть, и крас, и золото, и ПКР. Ну, чего ж так лежит-то? Если просто то надо печатать и, значит, и забирать все. Вот эти приоритеты, четыре, которые я назвал, это информационное оружие. То есть его нельзя трогать и плюс информация. Но это и есть глотальное управление. А еще есть два приоритета материальное оружие. Пятый и шестой приоритеты. И вот как раз пятый приоритет – это генная оружие. Это генная оружие – это алкоголь, табак, наркотики. И если просто бороться за трезвость, вот не понимая, как устроено управление человечеством, то это тогда… Нужно понимать, что это составная часть вот всей этой матрицы. И что если вы эту матрицу выдергите, то она вся рассыпется. Вот эти шесть приоритетов, они работают только тогда, когда они применяются вместе, дружно и слаженно. А если хотя бы отлозвенно выдергивать – все рассыпается. Невозможно такой страной украдать не придет. Поэтому в этом смысле трезвость очень важная. Потому что просто представить себе, что вдруг вот как бы народ прозрел и сказал – нет, а зачем это мы будем себя править? Нет, ребята, как бы нас не агитируйте, но мы пить не будем. Мы будем пить прекрасную воду. Я вам с индейцами встречался, а у них полный воздух. Ребята, как вы можете пить какую-то там красную воду, какую-то зимовую воду? Тут уже надо пить чисто. Все индейцы это понимают – прекрасную и красную. А бог это потому, что пить надо воду. И, кстати, детей своих подплаты же это вы. Приучайте обязательно к чистой воде. У ребенка должно быть два напитка – молоко, материнское, и богат. И он воду должен пить с таким же удовольствием, как молоко. И если вы с детства приучите к воде, чистой, праздниковой воде, вы обретете счастье и здоровье для ребенка. Потому что все остальное – на 100 дней. Чай, кофе – это же тут большой бизнес. Мы же так же, как вы. Поэтому делаются деньги. Деньги огромные. Но ведь когда-то мы все его поили в нашем ванчайне, надо было право, которое у нас растут еще по секунду. Но если наши ванчайне – это официально праздниковая вода. В общем, ванчай – это уже некое такое лечение. А просто, чтобы нормально жить, потому что мы с вами состоим в основном из воды. И для того, чтобы происходило замещение воды. Потому что почему у нас проблемы со здоровьем? Потому что водичка внутри клетчика уже не та. И для того, чтобы замещать эту воду, ну, такое бы, условно, 100 грабов воды каждый час. Утром, когда встаете, сразу выпиваете большое количество воды. Как минимум, полгода просто выпиваете. Ну, как знаете, любые системы могут промываться. Каждый год 20 больших денег, все системы в университете промывают. Точно так же человеку встроен, там, если посмотреть. То есть, обязательно в полную травмоничку и чистую промыть. А потом каждый час по 100 грамм. Вот тогда эта вода будет в порог. Потому что если вы многое выпиваете, ну, это бесполезно. А вот тогда идет обновление воды на уровне клетки и бешклеточном пространстве. Вот, чтобы 100 грамм, значит, поражать, нужно принять гердорожие. Ну, и последний приоритет – ванятый оружие в шестом. Тоже понятно, что это не 100 грамм. Семь очевидно, особенно вещество для Соединенных Штатов. Но я вам хочу сказать, что приоритет этим исправим, как вот первый приоритет – самый мощный. Если вы на нем что-то запустили, то это на тысячелетие. Но он самый медленно быстродействующий, но самый мощный. А шестой приоритет – он самый быстродействующий, но самый ненадежный. Он ничего не решает. Вот на шестом приоритете мы с вами выиграли Великую Отечественную войну. А потом, через пару десятков лет, пошли на поклон к бюджерному просительных кредит и так далее. Все эти неустойчивые. А вот устойчивость где-то считается на первом приоритете. Я вам приведу примеры. Я вот был, скажем, в Южноафриканской республике, в Индии. Там есть, как называемые, «little people», ну, как они называются, «маленькие люди». То есть, у них мировоззренчески они думают, что есть маленькие люди и есть большие люди. Вот, когда большой человек проезжает мимо и бросает там порку по надолу, то это вот большой человек. А он маленький, он родился там. Они живут где-то до 30, ну, максимум 35 лет. И это, конечно, ужасающая картинка. Вот я проезжал, когда в аэропорт, там, в Южноафриканской республике. Вот, как ваше поле, вот так вот здесь. И оно все усеяло вот этими существами. У них нет имени, у них нет местожительства, у них нет паспорта, у них нет имени, у них нет ничего. Они как все, просто живут в поле. И у них там над головами какие-то там лодочки, какие-то там еще, ну, кто что нашел. И вот так они живут, и они всем довольны. А им ничего не надо менять. Вы возьмите, вот, вообще, это самый главный человек, который понимал вот то, что вам надо, это Иван Антонович Ефрем. Его фантастика, это вообще не фантастика, это раскрытие тайн глобального управления человечества. Возьмите его час ВК, и вы там увидите, там, значит, они прилетели на планету, он показывает. Там есть короткоживущие и долгоживущие. Короткоживущие, которых 30 лет всех усыпляют, уничтожают и все. То есть они отрабатывают там вот на них там. И когда они хотели на этой планете что-то поменять, то кто противился этому? Как раз короткоживущие. То есть вот самая проблема-то в том, что вот эти люди угнетенные, они и сами защищают тех, кто их угнетает. Вот это, именно первое, называется фашистом. Фашизм это не когда там кровь, там насилие, это уже нацизм, когда одна из наций считает себя самой великой, а остальные нации считают, что должны быть искривлены. А фашизм это когда, ну, от слова фасция, это покорик, окруженный прутиком, когда маленькие прутики поддерживают покорик. Так вот, фашизм это когда большая группа угнетенных людей, ну, не только согласны, а жестко стоят на защите тех, кто их угнетает. И вот когда Гитлер навязывал то, что он навязывал в Германии, а весь народ его поддерживал. Хотя там был привезен такой очень глобальный, серьезный навелок для того, чтобы Гитлер вначале, как бы так сказать, вот, собрал вокруг себя массовку, толпу вот эту неразбирающуюся, несозревшуюся народу. Поэтому по сайте всегда вот этих громких призывов, призывов на баррикады, на организаторов каких-то. Не надо никогда создавать толпу. Желите свои головы. А вот для того, чтобы толпу забрать, вначале через Гитлера были брошены очень серьезные идеи. У него, ну, его как бы, так сказать, наставник, Готфрид Фетер, который был у него потом министром экономики и финансов, а читал он лекции до этого в университете. Он читал курс, Готфрид Фетер читал курс, который назывался «Обра и без процентного рабства». И Битлер как раз признал, что, да, вот, кто мне открыл истинное происходящее, что есть, как бы, деньги, которые трудом достаются, а есть деньги, которые из труда остаются, просто из них. Ну, он, Битлер пропагандировал, на первом плане, о том, что средства массоинформации – это инструмент глобальной правды. Если кто-то, да, руководитель не разобрался это, причем, говорил о правом таизме, что это инструмент обмана народа. Но это почему-то для того, чтобы на клуб его собрать массово. Потому что когда собрали, значит, ему такие, а он был марионеткой от начала до конца, они просто манипулировали. И потом его в такое завели, когда он начал считать себя великим, все остальные должны быть уничтожены и так далее и так далее. И теперь эти вещи, как бы, ну, вроде тоже, когда ты начинаешь в этом, надо об этом говорить, то мы здесь, что, ну, тут ничего, где-то с плентом нам согласен. Так это и настраивается глобальная история человечества. И поэтому сейчас мы должны быть очень внимательны к Корану и к Исламу. Исторический Ислам сейчас тоже хотят использовать для того, чтобы закрыть Коран. Потому что Коран радикально в этом заключается от битвы. Коран запрещает разрушительство, как самый страшный грех на земле. Коран запрещает потребление алкоголя. Коран запрещает пациентные игры. И многое-многое другое, что позволено в Библии. И как это спрятать? Эта, извините, книга, которая еще, в этом храме сделана, записана песцом за игры. До сих пор хранится. Ее нужно как-то закрыть закан. Нужно под знаменами Корана устроить какую-то глобальную войну. И потом закрыть Коран. А, вот видите, вот они с Кораном чего натворили. Поэтому то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, это глобальная антикорабическая доктрина. Это один в один сценарий по гитлеру. Сейчас, значит, они всех опускаются, так сказать, довести до полного, так сказать, корана. И после этого, естественно, в народе возникнет какое-то протестное движение. И тогда будет создан вот этот единый исламский харифат. А потом вот такой вот столкнуть его. Почему? Потому что Европа сегодня вышла на такой голый сатаризм, который просто неприемлемый для человечества. А не только для, значит, вот тех, кто как-то знаком с Кораном. И вот когда это глобальное столкновение произойдет, и потом опорочат тех, кто это сделал, и потом Коран закроют. И вот мы это все озвучиваем, эти глобальные планы. Для чего? Потому что, опять же, есть матрица. У них своя матрица, мы формировали свою матрицу. Когда мы раскрываем их замыслы, то их замыслы начинают просебать. Они могут утратить свою возможность реализовывать эти эгоизмы. Вот. Поэтому генное оружие можно понимать именно как инструмент глобального управления. И вот тогда можно говорить о том, что реально может быть ясно. Когда мы поймем, что это не прямо для удовольствия. Ничего в шампанское. Как есть военное оружие. Или это винтовка, компрессор, автомат, пушка. Чем пушка отличается от солиды, чем в войне силы? Чем отличается шампанское от героини? Да ничего. Только в войне силы. Потому что и то, и другое. Применяется как генное оружие. Потому что через шампанское. Женщины под каской, только у детей. И если бы шампанского не было, то не было беднянства. Честно говоря, никто не начинает шампанское с био. А био это вообще инструмент биохимических кастраций. Это специалисты. Я говорю, что био содержит как называемый эффект инстаграмин, который нарушает нейрональный фон. Мужчина, потребляющий био, становится женоподобным. Братья не столько есть. Крутости. А женщина становится нежеподобным. Вот поэтому, если это не понимать, то становишься злобожник в этой схеме. Что хотел бы я еще очень важно сказать. Вот мы с вами должны понимать, что такое жить по-другому. Что такое человек вообще. Вот на этой схемке у меня нарисовано наше сознание. Это такой жидкокристаллический компьютер, наш мозг. Есть сознание, а есть бессознательное. Бессознательное – это то, с чем появляется на свет Божий. Каждый из нас от рождения имеет информацию генетическую, записанную на Винчестере. И у каждого из нас свой Винчестер, который достался нам от предыдущих поколений. И все, что происходило 100 лет, 200 лет, 300 лет назад, Каждый из нас может только научиться входить в бессознательные психи. Вы знаете, известная история. Это авария. Человек попал в катастрофу и вдруг заговорил на каком-то языке. Начинает исследовать, оказать силу правого бабушки. На этом языке говорила, которое сейчас уже вообще не существует. А он вдруг на этом языке начал говорить. Так вот, мы не понимаем, что человек – это тот, кто живет и использует вот это бессознательное. Потому что бессознательное в 10 в 8 степени больше по объему памяти и быстродействия, и человек – сознание. Вот сейчас я вам рассказываю. У вас сознание не работает. Главное, как вы тоже слышите такие диски или что-то. Но этот диск очень короткий. Когда у вас вот эти строчки не закончат, записать некуда. И вот в чем я буду расходить, а вы можете записывать. Записывать. Он за рулем только едет. А ведь все, что мы видим, слышим, у нас записывается на этот диск. И вот мы за рулем сидим, у нас записывается все, каждый поворот, там, то, что вы сейчас сидите, а за полегатом можете вспомнить вот этот полежка, лежащий там с полегатом, да, вспомните. Если хорошо записать. Так вот, проблема в том, что у вас алгоритма проглотки информации. Есть вот такой приборчик тоненький, вот там у меня там полупроведничок такой нарисовал. Из сознания в бессознательное он пропускает информацию. И из бессознательного он вводит на уровень сознания. Так вот, если вы завтра спросите у каждого из вас, ну и чего там вам Ефимов вчера рассказал? Каждый расскажет все из-за этого. Ничего общего не будет. Да, это вообще ерунда. Чего ты говорил? А это вообще-то неправильно. А вот это, да, вот это интересно. А на другой стороне все наоборот. Почему? А потому что вот этот приборчик маленький у каждого из вас свой. Вот эта архивация информации. Она не просто как-то открылась и туда все загрузилась. Нет. В течение четырех часов, когда вы засыпаете, самая сложная работа – это сон. Вот вы берегите сон. Почему на четыре часа минимум? Это когда идет перезапись информации. Сознание по уровню сознания. Архивируется все по вашему алгоритму. А потом идет пробуждение. Называется час буквы. Вот ночное пробуждение – это нормально. Когда вы проснулись, это значит, что закончились. После этого включается самое главное. Нужно научиться себя усыграть. То есть это, так называемое, состояние. Он называется как-то аэзум полностью причем. Не нужно. И вот в этот момент идет информация от Бога. И идет информация из бессознания. Когда утром не просыпаетесь, то тогда надо научиться, чтобы вот из бессознательного выходило на уровень сознания. У женщины это называется душой чувствую, сердце подсказывает, интуитивное прозрение. Это нормально. У любого нормального человека. Если бы мы занимались собой, мы же не знаем еще, что такое человек. Мы вот знаем, что тут вокруг. Как на машине там, что вращается и так далее. Но мы занимаемся техногенными проблемами, но не самим человеком. А если бы мы занимались человеком, мы научились бы вот это все. Выводитесь без сознания. И вот этот алгоритм введения информации на уровень сознания, он нарушается, потому что алкогольный табак выводит устроен приборчик. И человек живет, ему кажется, что все нормально. У нас живет только сознание. А значит, Бог-то работает через бессознательное. И все случайности, которые они с нами происходят, они идут через Бог. Вот. Я часто произношу слово Бога. Но вы знаете, я по образованию физик. Я работал с вторым лицом братском какого-то партии вообще-то. И в свое время, когда я встретился с единими, которые хранили эти тайные знания, тысячелетия, и так далее, и так далее. Первый вопрос, который мне был задуман. Как вопросить Бога? Да и у меня тогда такой вопрос не существует. И честно сказать, что я человек глубоко и искренне верящий Богу. Ну, хотя я каким-то причем не предвижу, я просто верю Богу непосредственно. Потому что все религии, они очень важны, они приливают веру с Бога. То есть они говорят Богу, что вера в Бога – это вера в то, что мы все-таки над нами что-то есть. И это, в общем-то, заслупаться в книге, а мы слово Богу сохранили. Но я говорю о вере в Богу. Это принципиально его состояние решения. Вера в Богу, вот которую я себя влачу. Вера в Богу – это значит, я верю, что если я буду по-божески что-то делать, то Бог меня защитит от любых невзгод, от любых проблем, от любых нехороших случайностей. Бог меня защитит. И вот при моих учениках, к примеру, я на случайность говорю, должны были уехать вот этим поездом, который разбился в улице 18 октября. Ни тот, ни другой, ни третий не попали на этот поезд случайно. Вот такая вот эта идея. Так вот Бог в моем том моменте что-то было. Вот есть уровень интеллекта, есть минеральная жизнь, жизнь растений, животных, человек. И мироздание устроено так, что с более низкого уровня более высокие не поставляют. То есть вот растения, да? Ну если бы мы научились выбирать языки растений и спросили, да? Ну а что такое мир, растения? Все абсолютно понятно. Ну как, это же очень просто. Это солнце, воздух, углекислый глаз, это почва, органика, минеральная. Все, все понятно. Даже когда мы воспринимаем, то, что воспринимаем, нам же все это и понятно. И вдруг к растению подходят коза и съедают листочек. А что такое? А как? На стереотипах восприятия мироздания растений невозможно составить представление о козе. Потому что это не потому, что растения будут, это же мир, допустим. Потому что животное здоровье все будет. И теперь следующая идея, которую вы поймете, то вам идея Бога раскроется. Если вы считаете, что вот нормальная жизнь, вот камушки, вот растения, вот животные, вот человек. И вот человек там все на вершину и единственное здание. Но это примитивно, наверное, абсолютно. Потому что я понимаю, что Бог, конечно, может растение. Но не точно так же. Что мы видим? Вот такой диапазончик. Что мы слышим? Однадцати герц? Однадцати герц? Однадцати герц? Однадцати герц? Однадцати герц? И так далее, и так далее. А что такое бесконечность? Вот как-то наши разумы отображают. Мы туда полетели, сто миллионов световых лет. Ну а дальше что, за годы? Какая? Ну есть вещи, которые наш разум явным образом не отображает. Поэтому для меня понятно, что как растение непонятно, что такое коза. Так над нами есть нечто, что нам нужно понять. Вот именно это нечто я и называю Богом. Потому что Бог – это только слово. Но нельзя никогда не путать эти слова и понятия. Бог – это только слово. А понятие формируется, когда есть слово и есть какой-то образ. Но я вот в своих таких примитивных образах вам попытался как-то, ну, отразить. И что я так имела, когда я помню. Но это также как, допустим, слово «лук». Вот один говорит «лук», второй говорит «лук». Начали спорить. А потом выяснилось, что один имел в виду лук для стрельбы с тетевой, второй имел в виду лук репчатый, а третий лук для люк. Поэтому должен был диван. По понятиям надо говорить. То есть действительно можно спорить, и недобравившись у понятия, и носы разбиты, и потом выяснилось, что говорить о совершенно разных вещах. Но, к сожалению, многословие – это слова-то произносят все одинаковые, и в том, что не доступны все разные. У другого одного там дедушка с толстучкой на луке сидящей. О, еще чего-то. И вот поэтому я вам пытался внести понятие Бог. И Бог реально существует. Я, значит, стараюсь жить по-божески и верю в то, что Бог меня верит. И тех, кто живет по-божески, это точно. Это просто проверено и жить. Если вы этот алгоритм учуете, то умеет верить за трудную среду. Скажите, что такое жить по-божески? Прежде всего, не причинять вреда себе. Почему мы не курим, не пьем и так далее? Не потому, что это вредит этот русский. И по-божески это. Если человек причиняет вреда себе, знаете, пожалуйста, на Бога надейся, а сам не поможет. Бог-то Бог, да сам не пустует. Бог не может помогать человеку в здоровье, если он сам себе вредит. Мы как? Это просто так не раздается. Если человек сам себе вредит, то Бог ему не поможет. И вот из нашей практики, вот включение такое Бога в судьбу человеческую происходит примерно через три года после последнего блока алкоголя. И последнего блока алкоголя. До того, как человек насилует тебя, алкоголь будет упакован. К сожалению, на Бога надейся. Будут происходить разные уровни хороших ситуаций. Не причиняйте это окружающим, не причиняйте это гораздо странным. В общем-то просто. Ну вот и то же самое пищевая пирамида, для всего, она должна быть хоть какой-то более-менее приемлемой. Ну, по питанию отдельная тема, если мы с людьми поговорим. Но важно, конечно, понимать, что пищевой алкоголизм гораздо более опасен, чем алкогольный. А алкогольного, вот я вам так скажу, безусловно, кто-то беседовал, вот так в прямом, хотя бы, получается, по 80% случаев условно-менее не пил. Искурящих процент выхода гораздо меньше. А вот пищевой алкоголизм, он очень тяжело предъявляться. Вообще, мы видим совершенно на то, что нужно, и через виду спонсируем тех, кто, опять же, разрушает грозу. Исчисленные убийства. И в свое время, даже, один из... Викитс сказал, что если бы бой не сделать с квадрачными стенами, то все эти маршалы стали бы учить. Представить, объяснять. Вот, все люди и люди, и они, ну, ну, конечно, вообще потребили массы. Но я никогда не поверю, что Бог сам, а я считаю, что просто издал человека. Кто-то считает, что без обеда произошел Бог. И я, тем помощником, я думаю, какие интересные, я считаю, что Бог произошел. Бог придет человека на свет. И вряд ли Он его создавал из каждой плитой, с ножом в руках. И вряд ли человек, там, появившись в земле, там, поймал зайца, и он начинал умирать у нас нет таких инструментов, чтобы зайца заживали. Поэтому, конечно, от друга заслужили совершенно вероудовый. Бог нам дал. А если, ну, я взял мясо, 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 мясо. Как же у него кости откуда возьмутся? Я, во-всеку, а когда каляр приобрел. Вот здесь. Речь идет не о том, что мы едим, а о том, что мы там дальше перевариваем. Конечно, если мы всю жизнь ели мясо, то наша микрофлора уже адаптирована к мясу. Надо и тяжело, как мы говорим. Поэтому переходы на прозумное питание, конечно, просто будет непростой. Вот, ну, самое главное, смотрите, как я рассказывал о другом теле. И вот один из наших специалистов выступал в аудитории, и пришла записка из зала. Как человек понял и написал стихами. Пусть право своего неведом потому, что вера есть в Него, но вера нет в Него. То есть не в Него надо верить, а не в Него верить. Ну, здесь просто диаграмма религии. Понимаете, мы когда все религии, так сказать, протеклируем поистине последней констанции, понятно, что здесь в Него. Поним? Вот еще одна случайность. Я вам просто приведу. Почему? У меня в моей книжке «Курсы кофе на Далее» есть раздел, который называется «О пребывании Иисуса Христа и Андрея Первославного в Древней Руси». По моему глубокому убеждению на коричневом роднине, Христос с 13 лет, все знают, что неизвестно, где Он был, а воин там, Он был в Старой Ладыге, у нас в Руси. И Он как раз учился, как построить Царство Божие на земле. Потому что Он пришел из страны, где был рабовладельник. Вот. И вот я там подробно описываю, кого заинтересует. Так я хочу сказать и другому. Я приехал ко мне один из моих зарядников и бывших, где можно походить. Я говорю, слушай, слушай, что это такое хрень Филида? Вставите. Вот ты возьми вот мою книжку, возьми вот этот на ум. И как Христос попал на ручь, как Он учился у нас в Древней Руси. Как Он потом пропагандировал возможность построить Царство Божие на земле. Как потом изолгали Его учения и сказали, что Царство Божие на земле построить. Я говорю, пусть это будет фантастика, но как-то это не исторический фильм. Пусть люди подумают немножко об эту тему. А Эдом со мной был еще один мой знакомый, который слушал и улыбался. И вот, хотя он знал уже по случайностям, ну, дважды уже были случаи такие, когда он сдрогнул и как бы мне звонил. И вот он послушал. На следящее утро Он мне звонил. И говорит, да, ну я всякое, значит, ну не такое, что про Егористос обратил. И вот Виктор Васильевич, в итоге завчера он рассказывал о том, что Христос был в Древней Руси. Он говорит, я сегодня утро, как обычно, просыпаюсь, и там я был. Протягиваю луку, случайно у меня, говорит, прямо на кровати стоять между руками. Беру, не глядя, случайно попавшуюся книгу. А эта библиотека стоит уже 30 лет, наверное. Он историк по образованию. Вот то, что вы вчера говорили, я впервые слышал, историк по образованию. И вы говорили, что Христос был в Древней Руси, но я так ухнунулся, и глядя такая. Вы не поверите, беру эту книжку случайно, открываю ее, и первый попавшийся адзас читаю. И он читает, Христос наш, говорю, тоже был человек бездомный и надземный. Был он не для низких и не для высоких, как все великие справедливцы, ни туда, ни сюда. А когда с Юрием да Николой уходил по земле русской, по деревням, то даже и не вмешивался в дела их. Они спорят о человеке, а он молчит. Я говорю, а где ты это прочитал? Я тут этого не видел. Он говорит, да это вот рассказ Максима Горького о Ленин. У Горького написано, что Христос ходил по земле русской. Возьмите Лева Толстого, возьмите Алексея Толстого, где он говорит о том, что цель небесный прошел всю нашу землю. Это тоже Христос и так далее, и так далее. А здесь я вам просто показал, что такое случайность. Вот когда человек ищет истину, вот я ему сказал, вот так, ну задумался вообще-то, наверное. Я точно знаю, что я такой человек непростой, просто так ничего не говорю, но задумался. А ему только раз, и, значит, случайно вдруг открывается абсаз. 30 лет он не слышал и не видел то, что у него под носом стоило. А тут вдруг, ну опять же, скажет, ну и что, ну случайно? Ну кто-то говорит случайно. Я говорю, что это язык Бога. Если это не язык Бога, то скажите мне, как еще Бог должен доказать, что он существует и показать свое бытие, что он должен вот выйти и списать сейчас перед нами. Он может, он работает только через случайности. Хотите понять язык Бога? Прислушивайтесь случайно. Хорошая случайность. Живите по-божески. Что-то произошло, задумайтесь. И вам тут же откроется и скажете, господи, я все понял. Дайте сидим на прошлой неделе, я вот это сделал не по-божески. И больше такого не повторится. И все. И у вас тогда таких случайностей больше не будет. Это вот по городам тоже, чтобы вы узнали, думайте столько. Вот безумие этой жизни в городах совершенно много у нас отдельно будет все эти встречи. Но я прочитал вот эти стихи. Слушайтесь. Человек кричит. Это в 30-е годы написано. Что жизнь города противоестественного нельзя. Там люди не размножаются, так говорится. Он пишет о тех, кто проектирует города. Я есть незнающие последствий, слепорожденные им стромя. Я есть ногой вселенской муки, пожар последнего стыда. Мои обугленные руки построят наши города. Именно поэтому противопоставляют и, как говорится, Пушкин пишет. Неволя душных городов. Там люди в кучах, заграды. Люди, что тут они не прохватывают. Движный театр. Люди, как думаете, в машине. Пушкин тогда понимал. Это абсолютно противоестественное. Жить надо. Жить надо на земле. И тогда... Ну а почему на земле не живет? А потому что банкиром тогда не заработает. Если он живет на земле, и банкиры, и торговые компании ему не нужны. Торговые компании, банкиры для того, чтобы развиваться. История вот в этом книге «Духовная экономика» расписана, как уничтожались и малые формы хозяйства, и ткацкие станки, и все остальное. Чтобы крестьяне ничего не делали, чтобы в города ехали. И так все. Потому что там это Кокучино, там кредиты, там таймовые сети, там все остальное. Так, деньги. Еще раз хочу сказать. Никогда не думайте, что вы поднесли на Кутина, и 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 на Кутина. Без нас с вами это никто не знает. И поэтому то, что происходит в Башкирии, у меня это настолько дорого, и то дороже любых Кремлевских, как так сказать, Слезда, и так определяет суть происходящих и загружающих сил. Спасибо. Спасибо. Ну, если какие-то такие острые вопросы, надеюсь, он вместе в Вашем распоряжении. Можно и так перейти, и, значит, еще важнее, какие-то такие вещи. Ну, если какие-то такие острые вопросы, самое главное, чтобы я принесу еще это не сорваться. Что-то здесь очень открыто, и все, что я знаю, все, что ты думаешь, я не знаю. Ну, вот Вы очень правильный вопрос задали, и особенно, когда Вы сказали песни, Вы должны знать, что единственный вид искусства, который вне зависимости от Вашей воли и Вашего внимания в обязательном порядке сгружается в Ваши песни. это сознательное, это песни не будет. Вы можете сказать, да нет, я не слушаю, ничего подобного, Вы можете не слушать, но на это сознательное это садится. И это закон природы. Вот Вы думаете, почему весной так интенсивно поют соловьи? У Вас соловьи есть? Да? Нет, не слушаю. Значит, соловьи, смотрите, что такое, ну, так и сказано, на природе надо учиться. Вы задумайтесь, почему соловьи по весне интенсивно так поет? Просто вот заливается им. Дело в том, что песня – это основной инструмент становления что соловью, что любите. И когда соловей поет тогда, когда самочка сидит на яйцах, если соловей рядом с гнездом не поет, то птенцы появятся безголосые. И птенцы появятся не вполне полноценные. Поэтому вот я обращаюсь к молодежи, хочу сказать, ребята, Вы должны быть вот соловьями. Если, значит, Вы ребенком зачины, да, то в это время Вы должны быть соловьями. Ребенок будет таким, какими вы строили отношения мама и папа. Целиком и полностью. На сайте нашего университета Вы можете войти в раздел «Библиотека», и там есть такая книжка представлена, она называется «Воспитание в утробе матери» или рассказ об упущенных возможностях. То есть все воспитание базовое, оно дается только тогда, когда ребенок находится в утробе матери. Все отношения папы и мамы, все настроения мамы, оно и формирует, вот, где остатки будущего, этого будущего человечка. Поэтому самый опасный период. И мужья должны быть соловьями. Они должны, ну пусть там не соловьиные трели издать, но они должны петь какие-то песни вот такие. Они должны заботиться, они должны произносить ласковые слова. Это и есть воспитание ребенка. Ну, хотя бы довольно соловья, но и довольно тишки кожи, но иногда подрасти. Все песни в русском языке, они абсолютно лечебные и целебные. Значит, у нас такие были концептуальные базы, дети vão provocать. Да-да-да, скажите так. Дело в том, что каждый звук ваш он райзонирует в стольную часть цветения, в этом языке. И если будете тянуться, то будут так сложный выпуск. «А-а-а-а, сердце». «У-у», «лежкий», «о-о-а-а» — это значит, вот, ну, в общем, два шага, да. «Э-э», и это – вот злорая часть глаза. Поэтому все песни, они, для рулаковые. И все, на «О» вся песня будет. Так вот, если хотите, здоровье и без, все гласные звуки просто на распев. Вы по секундамеру замерили, какой-то гласный звук у вас коротко тянется. Он на него «А» и «О» и «О» с коротком. Значит, распевайте «О». Научитесь распевать. И вот в бане. Значит, вначале попоем все звуки по очереди, а потом выходит «Цыган» с гитарой. И на распев, там обязательно даже музыкальность, про весь голос, песни русские. Там очень нравится. «О, мой голос» и так далее, и так далее. Вы выйдете из баня, вы не узнаете себя. Вот у вас только и даже будете смотреть. Нет никаких коллег, потому что вам хочется взбокнуть и просто полететь. Совершенно другое состояние. Вот что такое песня, что такое музыка. Всегда знайте, что есть музыка целебная и есть музыка любящая человека. Какая музыка целебная? Целебная музыка та, у которой мелодика доминирует над ритмикой. То есть вы слышите неродию, и там она целяется ритмикой. А есть музыка, где только ритмикой. То есть бум-бум-бум-ба. То есть вы никакой общей связи не слышите. Слышится какой-то брохот там вот в этих эскакетках. Это что? Это разрушение психических человек. После этого человек не может логически выслушать, если он какую музыку слышит. У него разрушается логика более-менее длинных рассуждений. Это мы делали даже две абсолютно одинаковых группы. Сражали математику на разной аудитории. Одни слушали классическую логику, а другие слушали лог. После этого доволен контролем. И всё. Если раньше они одинаково писали, то тут день и ночь. Почему? Потому что произошло в будущем. Вопросы у вас закрылись. Пункты глухожные. Пожалуйста, ещё какие-то темы осветить. Кстати, я сказал об этой книжке. А ещё там такая книжка есть. Она называется «После трёх уже после». Вот ещё такой книжки можете на вашем сайте найти. «После трёх уже после». Потому что всё воспитание ребёнка вы понимаете по стреме. Стремно узнают, что у нас период коронавируса. После трёх уже после трёх всё. Потом у нас только исправят. Я всё очень люблю. Конечно. Потому что психика четырёх арктируют. Какие-то слова. Вот книжки, планеты и тому. Но вы цените все личные встречи. Потому что когда вы видите человека, живого, как я себе переговорил. Почему нет? То есть совершенно другое состояние. Дело в том, что у нас до, не знаю, процентов, уж точно процентов, до 80 информации мы получаем через глаза. Поэтому ребята, я часто говорю, кто на лекции ходит, посмотрите всегда в глаза. Только давайте. И у вас информация из глаз в глаза пойдёт прямо на бессознательном. То есть вы вроде послушали, там, ну что-то плохо, что-то не понял, что-то надо, что-то вообще может не надо. А потом через год, два-три, у вас бессознательно, то, что отложилось через глаза, оно начнёт появляться и всплывать. И поэтому у меня очень многие люди, у меня совершенно какие-то есть фактические вот такие ситуации, знаете, пожить отличным встречами, когда глаза в глаза и так сложились жить, что вот все сферы прошёл. Я был инвариантом, офицером служил, и это не просто экономистом сравнении. Потом науки, все базы защищены, как физика, технария, потом, как-то, 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 как-то. Потом, вот, представители, правильные банки, какие-то странные вот приходят, и, ну как же так, мы с каким-то нормальным банком. И я говорю, ну а что, я из банка уйду, банки развалятся, но есть же вот проблема неразренческого прозрения, а есть проблема просто неразренческой жизни, у детей и все диагнозы. Вот, если бы я знал, что я выгодно из банки, банки, все наухники, значит, будут работать по другому реакцию, а там какой смысл будет? Вот, банки работают, работают, вот, генеральный директор, это не хадрый, типа, у них, пока у них даже, главное, представитель, выделяющего, там, у них, где-то, 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 но просто практически так, ну, я вас уверяю, что на возможности эти рекламы, значит, абсолютно у всех одинаковые, что я, что я, просто у меня может быть, так, честно, стоять, пошире, как раз, но я утвержден, что мне, можно у каждого из вас учиться, потому что человек, еще раз напоминаю, доместный Бога на земле, и каждый человек является пророком. Только я вам подниму вопрос, вы мне предупреждаете, поэтому надо себя именно так не понимать, потому что он может быть, он может вас видеть, только в себе. Не создавайте себе никаких умений, никого, никого, так сказать, выделять, что вот, так сказать, вот кто-то, чего-то, вот, вот, ну-ка, нет. Ну, и каждый из вас должен быть у каждого из вас для некоторых вещей не отличиться от себя. Всех с вами этим закончу Пушкина, поскольку Пушкин у нас особое отношение с пожеланием вам. Ищите счастье, вот, великих делах. Недорог оценю я громкие права, находясь там на кулице глава. Я не вообще о том, что вы сказали Бога мне в сладкой участие оставлять налоги, или мешать царям, то есть с долгом воевать, и мало горя мне. Свободно не печать, морочит улыбку, или чуткая цензура в журнальных замыслов, стесняет кулакова. Все это, видите, слова, слова, слова. Иные лучшие, не дорогие права, иная лучшая, потребная свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа, Бог с ними, никому отчета не давать, лишь Богу одному служить и угождать. Для власти, для евреев, не гнуть ни попыслов, ни совести, ни шеи, по прихоти своей испытаться здесь и там, делясь божественной природой красотам, и предсозданиями искусственных духовения при пищи сладостных настольких умилений. Вот счастье. Вот такое счастье вам и даже сегодня. Великолепно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok